Всем привет дорогие друзья, мы продолжаем наше прохождение Morutopia Classic HD за горхонского потрошителя Гару Спика Артемия Бураха. И у нас наступил последний двенадцатый день. День в котором якобы станет понятно зачем все это было нужно. На самом деле ничего не понятно. Сейчас мы разберем с вами огромное количество писем и начнем наверное с самой трудной. Темы это с нашего удурга. Видите даже какой я вид специально подобрал на многограннике. Так начнем наверное с одиннадцатого дня. Бакалавр. Доказательство обмана Аглая Лилич. Аглая Лилич перехитрила всех и вы и я стали винтиками в ее ужасной комбинации. Это истина. Спросите ее сами. Мы с блоком прижали ее к стенке. Мы вывернули ей руки. И она призналась сама. Ваша жертва мой дорогой Бурах. Она. Полагаю горло ей резать не обязательно. Если город будет разрушен. Голова Аглая Лилич покинет ее плечи в течении 24 часов. Как выяснилось это миссией для нее. Возможность отсрочки смертного приговора. Ей сохранили бы жизнь только в том случае. Если бы она нашла возможность сохранить для властей очищенный от скверный город. Приказ выполнить который невозможно. Скверно пропитывает город изнутри. От самых его корней. Вдвойне подло то, что обманывая вас, она не просто спасала свою жизнь, но приближала свою личную цель. Разрушение драгоценного многогранника. Мы можем уничтожить болезнь только вместе с городом. Следовательно, я прав. Так ведь уходит по вашей системе. Если вы намерены посетить собор, имейте это ввиду. Бакалавр Данковский. Так, друзья. Самое важное в этом письме не то, что Бакалавр наконец-таки догадался то, что Аглая Лилич всех перехитрила, потому что об этом нам сказал еще Виктор Каин в день ее приезда. Бакалавр он этого не сказал, поэтому он конечно же сильно удивлен. Но то, что наша жертва это именно Аглая Лилич. То есть та самая девушка, которую мы так долго искали, оказалась именно Аглая Лилич. Хотя в принципе мы с ней практически никак не общались при игре за Гаруспика. И мы даже вроде бы как бы и не подозревали, что она и есть наша жертва. Но давайте прочитаем дальше. О том, как обманула тебя твоя драгоценная Аглая Лилич. Кстати, письмо без подписи. Твоя жертва Аглая Лилич. Не знаю каким образом ты должен ее убить, но имелось ввиду именно она. Это говорю тебе я, как истинная хозяйка, ибо это мое первое видение истины. Ты знаешь цену таким словам. Это правда. Аглая Лилич обманула тебя, желая сохранить себе жизнь. Не мешай разрушению города и считай пророчество исполненным. Уклад признает тебя. Спроси ее. Вряд ли у нее хватит духу отрицать истину. Интересное письмо, и скорее всего это письмо у нас от Марии, как я думаю. Она в принципе тоже не против, чтобы город был разрушен. Ну, друзья, смотрите, есть еще здесь очень важные моменты. Не мешай разрушению города и считай пророчество исполненным. Уклад признает тебя. Следующее, друзья, письмо. Пока что мы на этом остановимся. Письмо от Аглая Лилич. Завтрашний совет. Напоминаю, что завтра совет. Мы с генералом Блоком пришли к соглашению. Он выслушает аргументированные варианты сохранения фрагментов города. Благодаря тебе у нас таково имеется, верно? Далее услышим хозяек. На совет приглашена юная Ольгимская, Каина. И полагаю, придет Катерина. Кажется, ты в хороших отношениях с Ольгимской. Она обещала поддержать нас. Здорово ли она? Без хозяйки принять решение мы не сможем. Она залог будущего послушания горожан. Чрезвычайные комиссары рано или поздно уедут. А им еще тут жить. Нельзя сохранить город без гарантии того, что на протяжении многих лет его обитатели будут вести себя правильно, чтобы не будить спящую смерть. По скриптам, Блок не знает, что мы переписывались и встречались с тобой. Он также не знает, что ты был дружен с Капеллой. Это важно. Я так надеюсь на тебя, твоя Аглая. Но это письмо для нас не так важно. Итак, мы прочитали очень два важных письма о том, что Аглая Лилич, она является нашей жертвой. Это первое. И второе то, что уклад будет рад, если Аглая Лилич умрет. И даже если город будет разрушен, но бой не останутся. Уклад все равно будет рад этому. Смотрим следующее письмо. Приглашение Клары. Напомню тебе о парах соответствий, потому что очень уж ты интересовался. Итак, соответствие первое. Если то, что имел ввиду твой отец под Удургом город, то жертва твоя многогранник. Иного не может быть. Они подобны. Сокрушив многогранник, ты принесешь жертву и прольешь кровавые реки. Через пол и стержень прольется подземная кровь. Соответствие второе. Если твоя жертва Аглая, то Удург это Симон. А это значит, что многогранник неизбежно должен быть сохранен. Я в левом крыле термитника. Приходи. Если захочешь поговорить. Мой план единственно верный. Это нам пишет Клара. И она очень доступно объясняет. То есть, если наш Удург это город, то наша жертва это многогранник. И если же наша жертва это Аглая, то наш Удург это непосредственно многогранник сам. То есть, на самом деле, все достаточно просто. То есть, если жертва многогранник, то Удург это город. Если жертва Аглая, то Удург это многогранник. Конечно, может быть, так звучит немножечко запутанно. Но на самом деле, если подумать, то как бы все логически. Прочитаем теперь последнее. Что мы должны прочитать, это наша миссия. Сделает ли воля любой выбор правильным? Линии пересеклись. Две противоречивые правды замкнулись в ленту с одной поверхностью. Какой бы выбор я не совершил, победа будет с изъяном. Но разве могут манипулировать мной, служители? Какое дело до них, мне, гору спеку? Служитель поступит во совести. И пусть будет, что будет. Кто бы не считал меня предсказуемым, никто не назовет меня управляемым. Я возвращусь к укладу и принимаю на свои плечи заботу о нем, если принесу свою жертву печальную гостью, которую я же сюда и вызвал. Я исполняю слово, данное моему отцу, сохранив ей жизнь и навсегда схожу с пути, который был предназначен мне и моему уроду. Время выбирать. Итак, друзья. Вот, в принципе, здесь находится весь смысл. На самом деле, выбор гору спека, любой выбор, который мы бы не сделали, он с изъяном будет. У бакалавра все было четко. Разрушаем город, оставляем многогранник. У нас не было, в принципе, другого выбора. Это был наш истинный выбор, как выбор утопистов. Но у гору спека все немножечко сложнее. У него, получается, два выбора. И любой выбор, какой бы мы ни сделали, он все равно будет с изъяном. Смотрите. Если наша жертва, это Аглая Лилич. По идее, смерть Аглая Лилич, это смерть города, да? Без нее город не выживет. У нас не будет достаточно аргументов в пользу сохранения города и уничтожения многогранника. Но при этом укладу это понравится. То есть уклад примет эту жертву и будет считать нас новым старшиной. То есть мы полностью пойдем по линии уклада. Они будут рады этому. Хотя как-то немножечко странно звучит, потому что как бы при уничтожении города уничтожается и бойня, да? То есть их не оставят, насколько я знаю. И вот здесь, мне кажется, есть какая-то недоработка игры. То есть такое вот несоответствие и довольно серьезное. То есть с уничтожением города уничтожается многогранник. Точнее, бойня. Ну, ладно, оставим это на совесть уже непосредственно самих разработчиков. Так вот, это наш первый выбор. Убиваем Аглай, разрушаем город, уклад рад. И все живут у нас счастливо, кроме непосредственно жителей города. Еще остается у нас сам многогранник. И там уже Бакалавр будет рад, и Мария будет рада. То, что все живы, и новый город будет построен. И все в таком духе. Выбор второй. Мы следуем по пути нашего отца. Но наш отец, он не следовал по пути уклада, получается. Он идет против уклада. То есть, в принципе, если так подумать, даже старшина Айун, что убил нашего отца, он поступил правильно. Если так судить. Он сходит с пути уклада. Мы оставляем живых этот город, этого нашего удурга. Мы оставляем живых Аглай и Лилич. И тем самым разрушаем многогранник. Укладу это, конечно же, не понравится. Мы, скорее всего, не станем старшиной, не станем во главе уклада. Но при этом исполним свой долг и исполним свое предназначение. То есть, то, что нам оставил наш отец. Видите, как все сложно. То есть, при любом раскладе мы не в выигрыше. В этом выборе. Поэтому время выбирать. И у Грузпика действительно получается довольно такой сложный выбор, который я при игре изначально не заметил. Получилось намного сложнее, чем я изначально считал. Но, опять же, есть много несоответствий. Например, Капелла сказал, что в любом случае, если ты сохранишь город, ты станешь старшиной. И я тебе в этом помогу. Поэтому у нас есть, как бы, вроде как, такой залог, получается. То есть, гарант нашей честности перед укладом. То, что мы, в конце концов, сможем стать старшиной. Но насколько можно верить Капелле, я тоже не знаю. В общем, у нас есть такой вот выбор. Либо мы убиваем Агла и Лилич, либо мы сохраняем ей жизнь. По идее, все свелось к Агла и Лилич. Конечно, это немножечко странно, но это так. То есть, по сути, выбор убить или не убить Агла и Лилич. Вот и все. Будет ли сохранен город или нет? Вот так вот, друзья. То есть, все довольно-таки запутано. Так, сейчас мы перейдем к более простой теме, чем у Дурк. Как-то не странно, но... Эта тема намного легче, чем у Дурк. Это письмо властей. Потрошитель, мы решили тебе написать, потому что ты ничего не слушаешь. Ты совсем отбился от рук. В последнее время ты делаешь все по-своему. Так невозможно. Ты портишь игру. Если это письмо дойдет до тебя, приходи в многогранник. Тебя пропустят. Спустишься до самого низа, зажмурься и скажи 3, 4, 5. Потом открой глаза. Мы хотим тебе кое-что сказать. Твои хозяева. Ну, в общем-то, такое стандартное приглашение от властей. Так, а где хан? Видимо, ушел уже к капелле. Понятно. Насчет, друзья, многогранника. Здесь я особо, ну, снова повторяться не буду. Я потратил, ну, около двух серий при игре за бакалавра про рассказ о многограннике, вот об этих вот скрытых слоях игры. Поэтому повторяться, опять же, не буду. Это займет еще две серии, опять же, пересказ моих слов. Поэтому лучше, если кто-то забыл то, что здесь происходит вообще, вы посмотрите прохождение за бакалавра последней серии и вспомните, о чем я рассказывал. Потому что это довольно-таки важно, это одна из составляющих игры. Я просто не хочу повторяться и все равно уже не повторю так, как повторил та. Но посмотрим все равно. Возможно, что-то у нас здесь изменилось. Немножечко диалоги хотя бы изменились. Так, ну что, детки. Как-то непривычно, да? Опять какая-то кукла вышла из песочницы. Удивительно, не правда ли? Так, с кем бы поговорить? Давай с тобой. Глядите, глядите, к нам пришел Гаруспик. Какой он большой, как ты нас нашел? Ух ты, как живой и сердитый. Я хочу, чтобы вы мне все рассказали. А про что? Мы расскажем. Что за дьявольская игра у вас тут творится? Смотри, это волшебная песочница. Видишь, как она отражается в зеркалах? Там все настоящее. Вот это город, который мы вылепили из песка. Там творится ужасная вещь. Эпидемия. Все ползет, город рушится. Но мы туда отправили героев, чтобы они его укрепили. Видите, диалоги даже одинаковые. И как живые распорядились героями? Видишь, как все гниет. Бррр. Мы думали, они сумеют что-нибудь придумать. На худой конец, хоть песок замуроваться. Для прочности. Они же тоже волшебные. Взять хотя бы тебя. Видишь, как все получилось? Ты был игрушкой, а стал живой. Может и с остальными так же? Вы знали, что куколки живые? А тут все живое. Это такое здание. Оно оживляет все игры. Мы же никому руки и ноги не откручиваем. Оно само. Город мы просто слепили. А таким удивительным он сам получился. Кукол мы туда сунули, каких не жалко. Все равно они были увечены. Ой, прости. Не трогайте тут больше ничего. И никого туда больше не засовывайте. Ради бога, прошу вас. Видишь, кукла? Вот что мы устроили. Вышло чудно. Такой мир у нас еще ни разу не получался. Волшебный. Мы его посадили, а выросло вот что. Но теперь это все гниет. Ты назвал меня кукла-щенок? Эй, ты чего обзываешься? Полегче. Может, сделал тебя и не я? Но ты у меня с трех лет. Спроси у кого хочешь. Ты кукла. Тебя зовут Гаруспик. Ты потрошитель. Когда мы с тобой играем, ты всегда за врагов. У тебя вместо головы одна сплошная шишка. Понятно. Я человек. Это ты сейчас станешь куклой в моих руках, малыш. Да ну. Значит, ты не игрушка? Попробуй тогда меня ударить. Что руки опустил? Слабо? Ну бей, не жалей. И что мне теперь делать? Чем сокрушаться, лучше бы ты помог нам починить городок. У тебя же все хорошо получалось. Осталось совсем немного. Игра будет окончена. Нам все равно пора домой. Да вам пора в колонию для малолетних преступников. Я человек. Значит, ты очень похож на одну нашу игрушку. Вообще-то она называется потрошитель. Но мы ее зовем вот так. Бурах. Для смеха. Этого не может быть. Я тебе не игрушка. Ну, это снова повторяется диалог. Понятно. В общем-то, нас они тоже не особо-то любили. Засунули в пекло. Так, а ты что скажешь? Не горчайся. Игрушкой тоже быть хорошо. Но почему вы играли именно так? Настолько, что возили на похороны. Мы вернулись к кладбищу, между прочим. Ах, вот оно что. И кто у вас умер? Мы тебе не скажем. И вообще, это все может быть и не по-настоящему. Не может быть, чтобы кто-то умер. Смерти нет. Понял? Но зачем вам были нужны куклы для этой игры? Разве нельзя было обойтись без нас? Нужно же было тебя хоть как-то использовать. Мы тебя никогда особенно не любили. Ты всегда был страшной куклой. И играть тобой было не весело. А значит, сунули в пекло тех, кого было не жалко. Тех, кто мог поправить дело. Не всегда под рукой, оказывается, умный доктор. Так игра сложилась. Поможешь нам вылечить городок? Уберите оттуда инквизитора. Уже нельзя. Мы не можем. Тут все очень сложно из этих зеркал. Если ход в игре сделан, назад его вернуть нельзя. Это правило живой игры. Лучше бы эта игра была мертвой. Так вот, друзья. И в принципе на этом все. Ну, диалоги в принципе вообще никак не поменялись здесь в них. То есть, опять же, нас не любили. Мы были лишь игрушкой в руках властей. И все вот в таком духе. В принципе, идея та же самая. Никак не поменялась. Ну, здесь трудно было бы что-то изменить. Давайте прочитаем миссию. Что у нас изменилось? Да. Морф случился в песочнице. То ли дети затеяли эту трагическую игру, вернувшись с похорон. То ли они начали чувствовать, что у них умирает детство. Как бы там ни было, но герой, герой жестоко обманут. Кажется, все это время он принимал себя за живого человека, спасающего живых людей. Это чувство бесспорно добавляло ему рвение. Помогло дойти до финала. И даже с некоторым триумфом. Напрасно. Все это напрасно. Он марионетка, спасающий глупых кукол в нарисованном городке. Странно, что до сих пор молчат всемогущие власти. Наверное, им надоело. Или их просто позвали ужинать. А ой. Вот так вот, друзья. То есть, опять же повторяю. Мир, он не такой, каким нам кажется. Возможно, нами управляют. Тоже как куклами. Сверху. Как игрушками. Все может быть в этом мире. И нас жестоко обманули. Потому что это всего лишь игра. Так, нам пришло письмо. Письмо создателей. Если найдется время, приходите в театр. Предстоит не особенно важный, но серьезный разговор. Заранее просим прощения за неудобную форму. Исполнители. Вот это уже интересней. В прошлый раз мы с вами не смогли попасть в театр. В этот раз я смог вылечить всех. То есть, друзья, имейте в виду, если вы проходите миссию за Клару, где вам нужно выбрать того человека, которого вы хотите отдать на растерзание исполнителям, лечить его в этот же день. Сразу просто бегите и лечите. Потому что на следующий день у вас уже такого шанса не будет. Он умрет. И вы не сможете попасть в театр. В этот раз я вылечил всех приближенных, и Клары, и Бакалавра, и поэтому нас пригласили в театр. Опять же, на собрании будут все теперь. Мы сможем всех послушать. Хотя наиболее интересно послушать именно Инквизитора и Капеллу. Потому что Инквизитор должен рассказать нам насчет, является ли она жертвой. Должна признаться нам. Ну, надеемся, что она признается. Это же Аглая Лилич. Она может и не признаться, если не захочет. Это же все-таки Инквизитор, Интригант. Ну, герой интересный. Посмотрим, что она скажет. В любом случае, друзья, мы поняли то, что выбор Гаруспика, он с большим изъяном. И любой выбор Гаруспика, он не принесет ему определенного счастья. То есть выбор стоит либо следовать линиям уклада, и пойти полностью по укладу. Либо же завершить дело отца. То есть пойти по своим линиям рода, что ли. Ну, если мы, опять же, нарушим уклад, зачем нам наш род, Бурахов? Уклад нас уже не примет. Поэтому тут как бы все довольно-таки сложно получается. Можете сами подумать, предложить свои теории, свои видения, как вы на это смотрите, ситуацию вообще. В принципе, то, что Аглая является нашей жертвой. Мне вообще не совсем понятно, почему уклад рад тому, что мы принесем Аглая в жертву. Мне вообще это непонятно никак. Потому что Аглая пытается сохранить и город, и... Вот это сами бойни, да? То есть, какой смысл им вообще идти против Аглая? Мне это непонятно лично. К тому же она приехала сюда, ну, на несколько дней. Разобраться со своими проблемами. Какое вообще дело укладу до Аглая? Зачем им эта жертва вообще? Мне лично непонятно. Вот эта ситуация. Все это странно. А то, что нам рассказывала Катерина, в принципе, она рассказывала правильно, но, видите, у нее как бы видения там смешались. Она сама запуталась. Даже вот сейчас мы знаем определенную правду. Мы сами-то не можем понять, как поступить. Поэтому видения Катерины, они были в принципе правильными. И про реки крови, и про нашу жертву, и то, что это будет женщина, которая нас якобы любит. Ну, в принципе, так и есть. Какие-то чувства, видимо, Аглая есть к нам. Вот. И вот это все смешалось, и разобраться довольно трудно. Как же все-таки поступить? Кстати, если посмотреть последний элемент карты, то мы увидим то, что вот этот вот удурк, он питается кровью из боя. Опять же, если мы разрушаем город, оставляем многогранник, разве укладу, ну, не противно то, что их кровью питается вот этот удурк? То есть душами этих людей, не знаю, чем еще. Мне кажется, укладу это бы не понравилось. Ладно, не отстроят новый город, может быть. Может, поэтому уклад рад. Не знаю, если честно, друзья. Не могу еще что-то более предположить по этому поводу. Мне кажется, разработчики сами запутались, и не знаю точно, как объяснить вот этот изъян. Проходите, вас ждут. Ого, неожиданная вежливость. Обалдеть. Так-с, посмотрим. Возможно, что-то изменилось. Эти дети, такие же куклы, как и герой. Настоящая игра идет сейчас между вами и нами. Я не могу оставить тело Гаруспика. Вы меня ограничиваете. Гаруспик проиграл свой бой за свободу с самого момента своего появления на свет. А вы? Мне хотелось остановить эпидемию. Но чем была эта эпидемия, на самом деле? Вы ведь поняли? Игрушечной опасностью, испортившей игрушечный город. А разве болезнь была настоящим злом? Болезнь, лишь его форма. Такое же оружие зла, как для героя Скальпель. Болезнь уйдет, сожрет сама себя. Ей на смену придет война. На смену войне придет голод. На смену голоду, ересь. Разве ради них мы старались? Взгляните вокруг. Все было затеяно ради этого убогого города? Нет. Этот город был построен ради вас. Извините, если не угодили. А вам интересно, как же я желаю распорядиться его судьбой? Для этого нам хочется убедиться, что именно вы распоряжаетесь его судьбой. Вы уверены, что за все это время никто не предопределил вашего решения? А разве могло быть иначе? Еще как. Когда каждый твой шаг предсказан, у тебя еще есть свобода, чтобы совершать предсказанные шаги. Но когда каждый твой шаг предусмотрен, ты остаешься куклой в руках кукловода. Вот это, друзья, кстати, очень шикарная фраза на самом деле. Очень глубокая и умная. Мне все равно. Я поступлю так, как сочту нужным. Именно этого мы и ждем. За мной останется последнее слово. Хорошо, если это действительно вы. Поскольку единственный враг, единственное зло в этой ситуации носит имя неизбежность. За мной останется последнее слово. Повторяемся опять же. Итак, ну, в принципе, диалоги никак не изменились. Вот, по-моему, только про неизбежность появилась. И то не факт. Я не помню. Но, в принципе, тот же самый диалог. Видишь, как печальна наша судьба. Мы так на тебя надеялись. Мы, несчастные актеры, ждали, что ты окажешься режиссером новой Пантомимы. Ведь старый уже сидит в печенках, а ты оказался куклой. Но я не кукла. Я не ослышался. Кто это говорит? Это говорю я, игрок. О, тогда я прошу прощения. Вы, несомненно, не кукла. Но вашему герою в сложившейся ситуации это вряд ли поможет. Он унижен, раздавлен и, главное, лишен власти, на которую все так рассчитывали. Кстати, вы еще намерены отвечать за него? Да, я отвечаю за него. Я останусь с ним до конца. Его слова будут моими словами. Его поступки будут моими решениями. О, тогда я прошу прощения, двойне. Возможно, еще не все потеряно. Попробуем дождаться конца и посмотрим, преподнесет ли нам сюрпризы в сегодняшний день. У нас еще остается шанс сыграть в драме с непредсказуемым сюжетом. Смотрите, что буду делать я. Итак, друзья, вообще ничего не поменялось, к сожалению. Те же самые диалоги. Все это ни к чему тебя не обязывает. Кому ты обращаешься? К игроку? Понятно. Ну, в общем-то, друзья, про это я тоже подробно рассказывал при игре за бакалавра. То, что у нас есть несколько слоев в игре. Есть непредсредственно власти, которые управляли куклами, бакалавром, горуспиком и самозванкой. Ну, и остальными героями игры. Есть и обычная жизнь, в которой горуспик, самозванка и бакалавр считают, что они действительно люди и действительно борются в настоящем городе с настоящим ором. Есть и следующий слой, где оказывается то, что и власти, и все герои, они созданы разработчиками игры. И теперь разработчики пытаются с нами общаться через вот этих вот посланцев, которые не представляют из себя, по сути, ничего, кроме пикселей на экране. И то, что мы довольно-таки ограничены, несмотря на то, что разработчики хотели предоставить нам свободу выбора. Тело горуспика, как игрового персонажа, оно определенным образом прописано в игре, да, есть определенные скрипты. Поэтому мы довольно-таки ограничены в этой сфере. И мы не можем принять какое-то определенное решение, можем лишь какое-то только в конце, да, решение определенное взять и все. А так мы ни на что не влияем. Игра, она все равно прописана. Ну, и выше гораздо уровень есть то, что вот сейчас я управляю опять же горуспиком и остальными игроками в этой игре. И то, что, возможно, кто-то управляет мной в реальном мире. То есть вот такая вот цепочка. Об этом я тоже рассказывал. И довольно-таки подробно о всех этих деталях, если вы хотите послушать мои речи о судьбе, о предназначении, вы можете посмотреть прохождение еще раз за Бакалавра и вспомнить. Так, друзья, ну что же, дождь, ну что ж такое-то, ну последний день не дождь. Вообще, друзья, я бы хотел, конечно, разделить, наверное, на две серии данный эпизод. Либо мы можем пойти сейчас... Давайте пойдем. Раз уж так все получилось. Пойдем и поговорим уже на собрании. Я думал, что я разделю серию, но решил, ладно уж, последняя серия. Давайте закончим игру на этом. Примем уже наше последнее решение. Пока что все свежо в голове. Мы можем спокойно принять решение. Тогда поспим. Совет у нас начнется в 7 часов. Придут все на этот раз. И поэтому послушаем, что нам хочет сказать Бакалавр, Самозванка, Аглая и Капала. Было бы интересно и Катерину Собурл послушать. Ну так. Если она, конечно, будет в себе. Я надеюсь, что она в себе. Точно в 7 или в 6. В 7, по-моему. Так, поспим. Оно тут, конечно... Кстати, был то ли какой-то Бак, но инфекция, она прошла. Может быть, она проходит на 12-й день? То есть я никогда не замечал этого. У меня есть куча еще панацеи, но я не лечился. Письмо Аглая. Сегодня решится наша судьба. Мне столько хочется написать тебе, но я не смею и не хочу ничего писать, чтобы не действовать на твою волю. Твердо уверена лишь в одном. Обозначенное знаком у дурка в завещании твоего отца город, именно поселение, состоящее из трех частей. Земля, узлы и каменный двор. А дальше ты знаешь сам. Мы не увидимся до совета. Так нужно. Что бы ты ни решил, я сумею это понять. Аглая. То есть именно поселение. Земля, узлы и каменный двор. Интересно. То есть бойни не входят туда, насколько я понимаю. Да? Бойни останутся. Ну мне трудно судить. Земля, узлы и каменный двор. Нет, это ведь три вот. Это же земля, да? Это узлы, а это каменный двор. Получается, что так. Так, все. Совет уже начался. Сколько время? Семь часов. Нужно идти. Попробуем принять достойное решение. Исполнитель, пропусти меня. Проходи, Гаруспик. Твоего решения ждут на собрании. Два ферзя парализовали друг друга. Партия грозит разрешиться трагическим патом. Ты пешка, которая сама нежданно вышла ферзи. Заканчивай, Эншпиль. Постаранитесь. Александр Блок. Аглая Лилич. Самозванка Клара. И, конечно же, Бакалавр. Как пафосно идет. Капелла. Ну что же, все в сборе. На этот раз Йо Ян нету. Хотя можно на всякий случай посмотреть, но я уверен, она жива. Поэтому там никого нет. Ну давайте на всякий случай убедимся, что это действительно так. Да, никого нет. Только ужасное лицо. Так, ну что же, с кого начнем? Наверное, с Бакалавра. Посмотрим, что он нам скажет. Конечно же, будет убеждать сохранить многогранник. Голова лопается. Нужно отдохнуть. Я вижу, ты совсем очарованный к визитаршей. Не верил бы ты ей. Поверь, она обманет нас всех. И тебя. Чем она тебе так не угодила? Она обманула меня. Одураченный ее интригой, я действовал все эти последние дни. И даже побуждал других действовать по ее плану. Открытие, которое я сделал, было перетолковано и подано в таком виде, что истина обратилась в ложь. Надо мной надругались. И что же? Думаешь, ты в лучшем положении? Просто для каждого она нашла свою тактику. Меня она купила на ненависти и ярости. Тебя, на любви и ответственности. Интересно, как она подкатила Кларе, если, конечно, сочла самозвонку, достойной своих интриг. А если ты до сих пор обманут ей, почему говоришь так уверенно? А если это тоже часть ее плана? Мне чудом удалось раскрыть ее козни. Наверное, потому только что я... Потому что ты умнее меня, Айнон. Ты хотел это сказать? Ну уж нет. И что ты предлагаешь сделать? Думаю, нужно покончить с ней. Блок — орудие в наших руках. Но мы до сих пор орудие в руках Инквизитора. Все это я уже слышал. Я не орудие, Айнон. Заявляю тебя со всей ответственностью. Понятно, он никак не может смириться с тем, что Аглая его обманула. Башню нужно сохранить, чего бы это ни стоило. Она чиста. Ну и что ты предлагаешь? Я предлагаю тебе воспользоваться шансом, который она тебе дает. Или сделать ровно обратно ожидаемым. Хотя, вдруг она предвидит и это. Страшно даже подумать, насколько далеко простирается ее прозрежливость. Да ну. Может быть, я склонен ее демонизировать, но я в ярости от того, что произошло со мной. И теперь на зло ей хочешь сохранить многогранник? Да. Многогранник и она взаимосключающие вещи. Если не будет ее, будет многогранник. Если она будет, многогранник исчезнет с лица земли. Рекомендую покончить с ней. Так мы сохраним для человечества один из величайших памятников за всю его историю. Росток нашего будущего. Я понял твою мысль. Понятно. Проклятая рана раскрылась. А как бы ты предложил ее уничтожить? Разрушим город? Подпишем ей смертный приговор. Ей не избежать ответственности перед властями. Понятно. В общем-то все. Башню нужно сохранить, чего бы это ни стоило. Я приму решение сам. Тогда не пойму, зачем ты привел сюда меня? Я даю тебе хороший совет, но ты не слушаешь меня. Ты все узнаешь. Вот так вот. Самозванка. Ты мне помогла в этот раз. Довольно много помогала, поэтому спасибо тебе. Как бы ты ни был проницателен, тебе не постичь всего зла, которое ты творишь. Ну что же, скоро ли ты решишься? Я все же хотел бы знать, как ты намерена сохранить город? Бурах, Бурах, ты что? Я же тебе сказала, что это моя тайна. Я раскрою ее лишь ферзям. Не бойся. Ты знаешь, что генерал Александр никогда не пойдет на компромисс. А если я не сумею убедить Аглаю, что мой путь избавит мир от мора, ничего не случится. Все будет так, как нужно. Ты, кажется, имеешь сильное влияние на блока. Даже если я загипнотизирую его, устав, он не забудет. Не беспокойся. Я скажу все ферзям. Каждому по отдельности, конечно. Но тебе нет. Не хочу заблаговременно разглашать тайны. А почему ты не боишься разгласить ее ферзям? Да потому что в моем варианте они уничтожают друг друга. Все предусмотрено. Не волнуйся. Это что за новости? В моем варианте еще много сюрпризов, Бурах. Или ты действительно думал, что мы обречены на дилемму? Или одно, или другое? Как ты заговорила. Будто в тебя вселился кто-то другой. Возможно, это не та я, которую ты знал прежде. Нас ведь несколько. И даже, пожалуй, великое множество. Мордашка одна. Но кто знает, чья воля стоит за ней теперь? Нет, я не дам тебе выбирать. Понятно. Значит, хочет уничтожить ферзей и даже блока? Не нужно жертвовать ни башней, ни городом. Можно сохранить все. А что будет с Аглаей? Аглая умрет. Ты можешь сделать так, чтобы она осталась живых? Нет. Над этим я не властна. Это непременная часть моего плана. А кто еще умрет? Послушай, не надо любопытствовать. Ты выживешь. Будь спокоен. Наглая девица. Напрасно ты ведешь себя так, словно ты уже победила. Понятно. Не хочешь ничего рассказывать. Ну и ладно. Аглая, ну что же. Сколько воронья скопилось над городом. Ты принимаешь решение. Я передаю свои слова тебе. Запираю замком свои губы. Так значит, моей жертвой была ты. Да, это так. Устранишь меня с доски, освободишь полководца. Выберешь путь, который предлагает капелла, я буду жить. Выберешь путь Клары или путь Бакалавра, отправишь меня на эшафот. Исполнишь свое предназначение. Да, сколько всего. Почему тебе спасает этот выбор? Что предлагает капелла? Поговори с ней сам. Но она единственная, кто поможет тебе сохранить живым этот город. Это условия моего спасения. А какова цена этого условия? Ты знаешь, будет сокрушен многогранник. Причина начала мора. Этого потребовал Александр Блок. Ему нужно истратить снаряды для отчетности. Город останется жить. Это залог моего прощения. Так ты исполнишь свое предназначение. Мы исполним предназначение своего отца. Но уклад этого не поймет. Но жертва. Сокрушив многогранник, ты принесешь вполне адекватную жертву. Может быть мясники не допустят тебя до крови. Но тогда ты сумеешь взять ее сам. Впрочем, я не смею тебе советовать. Мои советы опасны. Действительно. Уклад не сочтет, возможно, многогранник достойной жертвой. А Глай сочтет. Странность, да? Хорошо. Я буду думать. Так, что еще? Да. Я запутался. Что мне делать? Я не вправе тебе советовать. Любое мое слово будет истолковано как действие. И я хочу, чтобы ты был свободен. Ты единственный здесь, кто сильнее меня. А полководец? Он равен мне. И кроме того, перед ним я становлюсь сильнее. А перед тобой слабее. Так. Понятно. Времени остается совсем немного. Ты действительно обманула меня? Я не сказала тебе всей правды, которую знала. Разве это обман? Ну, такой риторический вопрос на самом деле. Да, нет, да, нет. Да. Я утаила тебя, что хочу сокрушить злую башню, но ведь я и не обязана была говорить. Ты утаила то, что ты была жертвой, которая ждет от меня уклад. Видишь, ты все выяснил сам. Я не противилась тебе, поверь. Стоило только мне захотеть, ты никогда не узнал бы этого. Ты принес бы жертву и в первое время не замечал бы, что мясники не приняли твоего вклада в землю. Ты бы заметил. Но я была бы уже далеко. Я тебе верю. Понятно, значит. Мы узнали об этом лишь потому, что Аглая захотела, чтобы мы это узнали. Если бы она захотела, чтобы мы этого не знали, она бы просто использовала нас в своей игре. Мы бы разрушили башню, и она бы спокойно уехала. Уклад бы вначале так подумал, подумал то, что все хорошо, и мы вроде бы хорошо жили бы несколько лет, но потом бы все выяснилось, что жертва была не та. Жертва уехала далеко, а многогранник был бы недостаточной жертвой. Понятно. Что? Так, ну, мринг-визитор, было бы не очень говорить. Так значит, мы все игрушки. Да, именно так. Ты неприятно удивлен? Я думал, что я человек. Я тоже не сразу узнал о том, кто я такая. Единственное мое преимущество в том, что их мать брала меня с собой в постель, когда была молодой. И я знаю много такого, чего не знают они. Хм, какие интересные подробности, то есть, ей вообще очень много лет уже, как игрушки. Ты старше меня? Я не думал об этом. У нас ведь нет возраста. Новые лучше старых, это я знаю точно. Но недавно меня перешили. Сделали мне новое платье. Видишь, какое. Так что ты, наверное, немного старше меня. За что они нас так? Меня они ненавидят. Я их всю жизнь так любила, когда они были еще совсем крошки. Я так мечтал, что вот, они наконец подрастут и будут играть со мной. А они сразу возненавидели меня. Может быть, потому что мать хотела, чтобы они непременно меня полюбили? Амор, это они так играют? Нет, город игрушечный, но мор настоящий. Выйди из собора, пройдись по улицам, разве ты не видишь? Их фантазии тут ни при чем. Они сами смертельно напуганы. Ведь сегодня они вернулись с похорон. Я еще и сама не узнала, кто умер. Может быть, все дело в этом? Но отказываюсь в это верить. Понятно. Ну, возможно, действительно дело в этом. Кто-то умер. Они не верят в смерть. Оказывается, ты фантазия, выдуманное, иллюзорное существо. Тебе нет. У тебя есть судьба, но нет будущего. Кто это сказал? Я слышу голос, но не верю, что это сказал тот, кого я люблю. Это говорю я, игрок. Хочешь поговорить со мной? Нет, не хочу. Я хочу остаться с Бурахом, а ты уходи. Ты полюбила его за то, что он был свободен? Но это от меня. Когда я уйду, он превратится в такую же тряпку, как и те, что тебя окружают. Да? Да. Убирайся. Я больше не буду с тобой говорить. Мне нужен мой Гаруспик. Красавица. Эй. Вот это интересно был разговор. То есть, говорили мы уже, как игрок. Она действительно полюбила Гаруспика, потому что он был свободным. Она ощущала эту свободу. Но эту свободу дали мы, игроки. Играет вот этой вот куклой. Как только мы уйдем, Гаруспика 5 станет набором пикселей на экране. Поэтому вся свобода уйдет. Наверное, мы ее сильно разочаровали. Ладно. Капелла. Если дети-изгнанники останутся жить, город Химера превратится в город людей. Я подготовлю их. Помоги мне попасть в собор, хорошо? Ты уже в нем. А значит, живы те, о ком я просила. Почему ты сказал, что без них невозможна моя победа? Ты хотел сохранить город, верно? Но у Дург существо живое. Это тело, вместившее в себя мир. Не думаешь ли ты, что этот мир может жить, если никто ничего в нем не делает? Кто же будет им управлять? Кто раскрасит его? Я поручу эти должности детям, когда они вырастут. А в какие же цвета они раскрасят его? В новые цвета, служитель. Треугольник, на котором стоял этот город, уходит. Не будет больше алого утопического, пустого синего цвета термитов и серо-зеленой краски смиренников. Будет золотой, янтарный, сиреневый, малахитово-черный, угольный и бежевый с оттенком зари. Красиво. Эта палитра богаче трех прежних цветов. Твоим будет угольный, не сокрушайся. В нем есть своя красота, но его роль в ином. Он, как и мой, белый, будет необходим для сочетания красок, для достижения разных оттенков. А кому еще какой цвет ты отдашь? Матери-настоятельнице я сразу поручу управлять укладом. Ты ведь не сможешь заботиться о них быту. Ты будешь только править и владеть знанием. Это будет малахитова-черная сила. Дальше. Ноткину я пока поручу разведку исследований степи. Кроме того, он будет присматривать за складами и за железной дорогой. Нам ведь уже скоро придется иметь сообщение с цивилизованным миром. Его цветом будет червонное золото. Кто еще? Мишка будет заботиться о благоустройстве улиц. В городе должно быть красиво. Кроме того, ее заботам я поручу водопровод и канализацию. Она станет сиреневой хозяйкой. Даже так. Очень мило. Спичка пока займется торговлей. Он будет главный по магазинам. В общем, будет следить за тем, чтобы нам хватало всего. А со временем его ждет трон одного из правителей. Как и всех спасенных тобой мальчишек. Он станет силой янтарного цвета. Правильно. Ласка будет заниматься своей работой. Хоронить мертвых. У мертвых ведь целое княжество. Им тоже нужна заботливая рука. Это она будет бежевой хозяйкой. Самое ценное в этом цвете. Оттенок зари. Небольшая примесь розового и лимонного. И, наконец, кто встанет во главе? Мы сочетаемся с ханом браком. Этот брак помирит две враждующие семьи. И положит конец нашим разногласиям. Мы восстановим гармонию управления. Я стану хозяйкой. И буду делать то, что прежде делала моя мать. Хан со своей армией песиколовцы будет управлять городом. Я сделаю его белым. Таким же, как я. Значит, вот каким будет город теперь. Красивый город. То есть, каждому она назначила определенную роль. И в будущем, пока они исполняют эти роли, они потом станут новыми правителями города. Хорошая цель. Мне нравится. Да, живо. Ну что же, друзья, делаем выбор. Нельзя позволять обманщику играть с нашей свободной волей. Итак, целитель Бурах. Чей отец был главой места кастовой общины, что немаловажно для меня. Твоим решением руководил не расчет, не корысть и не вынужденные обстоятельства, но лишь твоя совесть. И я получил приказ сравнять землю все. Но если такой необходимости нет, я готов поверить тебе, рискнув жизнью и честью, ибо я милосерд. Куда наводить наше орудие? Итак, принимаем наше решение. Все как всегда. То есть, если вы выбираете, допустим, решение бакалавра, да, концовка будет такая же, как за бакалавра. Ничего не изменится. Можно ничего не разрушать, тогда будет все плохо. Так. Достаточно разрушить многогранник, чтобы распространение заразы остановилось. Нет смысла уничтожать целый город. Так значит, под этим городом есть хранилище сырья, из которого можно сделать достаточно панацеи. Говорят, это чуть ли не кровь. Это так. Как ты докажешь, что твое решение правдоподобно? Вот мои аргументы. Панацеи, свидетельство о подземной крови, насыщающей город, и свидетельство моего права на эту кровь. Мне доложили, что уклад не даст тебе доступа к этой крови, если ты не убьешь инквизитора. Это верно? Да. Как ты убьешь ее? Я не буду убивать ее. Мы снесем башню, и за развороченной скважины потечет кровь. Этого будет довольно. Интересный второй вариант. Если город будет разрушен, ей не жить. Я мог бы убить ее, предоставив бакалавру право принять решение. Мне известно, что сделает он. Но это уже выбор бакалавра, мы это не делать не будем. Я не буду убивать ее. Верно. Так мне и было сказано. Виктория Ольгинская, которую люди называли Белой Хозяйкой, несмотря на ее юные годы, говорит, что ты сможешь осуществить задуманное. Твой аргумент подтверждают твои спасенные. Что же, действий. Пушки заговорят без 10 минут 12. Уведите детей к 10. За этим проследят, а Глай распорядится. Я принял свое решение. Итак, друзья, решение принято. Теперь остается дело за малым. Пойти и поспать. Последнее наше дело. Видите, друзья, как повернулось. То есть мы действительно не станем во главе уклада. Ничего подобного. Мы просто возьмем ту самую кровь, которая польется из вот этой вот скважины, где стоит многогранник. То есть вы сможете выдернуть многогранник, и оттуда польется много крови, из которой мы сможем сделать панацею. То есть все так. Но старшиной нам, видимо, не стать. Возможно, капелла постарается как-нибудь. Может быть, мы что-нибудь в будущем сможем сделать новое. На этом наша связь с укладом прерывается. К сожалению, это так. Ладно, спим. День тринадцатый. День тринадцатый. День тринадцатый. День тринадцатый. Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот и все, друзья Мы прошли второй раз Ну, точнее, даже уже сказать, можно пятый раз Морутопию И, друзья, вы можете теперь спокойно выбрать свою любимую историю Я думаю, что какие-то еще слова здесь излишни Мы поговорили обо всем Даже за эти две игры Кто не смотрел мое оригинальное, конечно, прохождение Тот не видел прохождение за всех персонажей Но, в принципе, мы рассмотрели уже все, что можно в море Мы поговорили о различных слоях И о судьбе О ее предназначении И о выборе Мы затронули практически все возможные темы в море Конечно, остается еще такой важный аспект Это жертвенность О которой вы можете узнать при прохождении за Клару Потому что там это раскрывается даже лучше, чем у этих героев Потому что все имеет всегда свою цену И даже если Клара говорит то, что Я спасу то-другое Но цена она все равно есть Она просто не хочет о ней говорить Цена она всегда есть Поэтому, друзья, посмотрите обязательно Прохождение оригинальное За самозванку Потому что, друзья, я уже не буду делать Третье прохождение Ну, второе, точнее, за самозванку То есть, это я уже, друзья, официально заявляю То, что еще одного прохождения Мора больше не будет То есть, я, в принципе, друзья Прощаюсь с Мором до выхода ремейка То есть, на этом мы заканчиваем долго Уже Фактически несколько лет Игру в Мор Утопию Потому что я рассказал уже обо всем И нету больше смысла Еще раз перепроходить Заново и заново Потому что В принципе Все, чего я хотел достигнуть В этой игре О чем я хотел рассказать Обо всем я вам рассказал Поэтому, друзья Уже решайте сами Насколько Мор Утопия Это хорошая игра Насколько вам она понравилась Какие герои у вас были любимые Это уже все На ваше усмотрение А на этом, друзья Я с вами прощаюсь Это было Очень отличное прохождение Я уже отвечал на вопросы О том Какой персонаж мой любимый Он все равно остается у меня Бакалавром Не Гаруспиком Хотя А сама концовка Опять же Гаруспика Мне нравится больше То есть спасение города Путем уничтожения Многограника Да, то есть она Ближе к нам Она более человеческая Она нам более понятна Потому что Мы хотим сохранить Как можно больше жизни Бакалавр уже не задумывается О количестве жизней Он думает О будущем Как построить новый город Да Новую Утопию А вот Гаруспик Он думает уже О людях Которые живут Здесь и сейчас И даже Вот он Не то чтобы принес Жертву многогранник Он принес свое будущее Да, в укладе То есть Вот такую вот он Жертву принес Ради спасения Этого города Но, как я и говорил У Капеллы есть Опять же Какой-то план Наверняка Насчет нас И мы не останемся одни Это уж точно Будем вместе с ней Вместе с ней Справить Так что вот, друзья На этом все Всем спасибо Ты смотрел Сам был Теслер Увидимся с вами В следующих прохождениях Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok